Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. Сейчас на наших экранах Антонио Тарвер-младший. Молодой, ну как молодой, начинающий перспективный профессиональный боксер. Антонио Тарвер-младший, как вы уже догадались, сын Антонио Тарвера, того самого, который нокаутировал Роя Джонса и потом был чемпионом мира в полутяжелом весе. Его сын начал профессиональную карьеру в 15-м году, правда, за это время провел всего лишь 10 боев. Были у него большие перерывы и уровень оппозиции был, мягко говоря, не очень впечатляющий. Но его отец решил поиграть в боксерский бизнес и делают ставку на своего сына. Рекорд Тарвера-младшего на момент этого боя 10-0, 6 побед нокаутом. И вот, Антонио Тарвер-старший решил рискнуть. Вот афиша боя, дорога к титулу, это называется событие, и оппонент Антонио Тарвера-младшего, который справа, некий Дрю Дуэлли. Рекорд Дрю Дуэлли, 11 побед и 2 ничьих, 11 побед нокаутом. Что интересно, Дуэлли и 2 ничьих, это его два первых боя, но держал, а потом он выигрывал исключительно досрочно. То есть, вроде бы, конечно, это достаточный риск для этих Тарверов, но, с другой стороны, уровень оппозиции Дуэлли такой, совершенно не впечатляющий. По-моему, только два его оппонента имели так называемый положительный рекорд. Но у Антонио Тарвера-младшего примерно такая же картина. То есть, мы видим, если грубо говорить, то два проспекта, набившие свой рекорд на мешках, пытаются установить, кто же из них все-таки, возможно, пойдет куда-то далеко. Это десятираундовый бой в первом среднем весе, на кону малозначительный титул НАБФ. Главное событие вот этого боксерского вечера, который устраивает Тарвер Папа, идет восьмой раунд. И вот сейчас посмотрите внимательно, что будет. В атаке Тарвер-младший попадает слева очень жестко нокдаун. Рефери начинает считать. Зрители, конечно, в радости. Именно за этим они и пришли на этот бой. Но нет. Антонио Тарвер-старший написал потом в соцсетях, что это претендент на нокаут года. Ну, как вы думаете, может это быть нокаутом года? Действительно, получилось впечатляющего его сына. Посмотрим, как он пойдет дальше. Как вы считаете, есть какие-нибудь шансы у Тарвера-младшего стать чемпионом мира, как его отец? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго и удачи. До новых встреч.